Алексей Буриченко подключается к нашему эфиру, кандидат политических наук, глава Международной Ассоциации Малых Городов для обсуждения этой темы, в том числе. Здравствуйте, Алексей, рад вас видеть. Добрый день. Да, друзья, приветствую, рад вас видеть, слышите традиционное, приветствую всех наших уважаемых телезрителей. Взаимно. Ну вот, то событие, которое в Российской Федерации называют выборами, оно пройдет, мы понимаем, вряд ли ему что-то помешает, кроме, конечно, мы надеемся, российских легионов, таких как РДК, Свобода легиона России, Сибирский батальон, которые в приграничных с Украиной районах могут действительно сорвать это мероприятие, но тем не менее, наверняка, какая-то процедура будет, и что будет Путин делать потом в контексте мобилизации людей на войну, когда он поймет, что ближайшие 6 лет ему вообще не о чем волноваться в контексте условной народной поддержки? Я бы не был так уверен на его месте, что ему не о чем волноваться. Как по мне, как раз с того момента, когда, скажем так, он примет инаугурацию, это состоится когда, если я не ошибаюсь, 7 мая, я думаю, что ни у кого нет сомнений в том, что эти псевдовыборы просто являются фактическим переназначением диктатора Путина, да, ну и, по сути, на него можно будет использовать те же формулировки, что и мы используем Кукашенко, абсолютно юридически корректный, самопровозглашенный президент, с абсолютно нулевой внутренней легитимностью, причем внешней в том числе. И вы знаете, если еще с внутренним вакуумом легитимности еще в Российской Федерации, я думаю, что Путин и его окружение справятся, ну, с помощью спереди всего силового аппарата, тут даже придумывать особо ничего не надо. Кстати говоря, про это в том числе и говорил Буданов в этом докладе, что после выборов возможно усиление мобилизации, и, я думаю, продолжат очень серьезно закручивать гайки. И эти две вещи, они абсолютно прямо взаимосвязаны. Чем меньше будет легитимности у Путина, тем больше он будет закручивать гайки в самой Российской Федерации, и тем больше там будет, соответственно, террора. Очень просто все. Какая легитимность у Путина, например, будет присоединиться к G20, да, вот как он это делал даже видеосвязью в прошлый раз, когда она проходила УМАДУ в Индии, да. Никакого, потому что его, собственно говоря, большинство стран мира глубоко убежденно не признают как легитимным президентом. По целому ряду причин, потому что там сейчас уже, в принципе, есть соответствующие решения Рады Европы, да и для нас становится абсолютно очевидным, что ни про какие права человека выбирать, быть избранными, прозрачность выборов там абсолютно не идет. Более того, я думаю, даже по причине того, что эти выборы будут происходить в том числе на временно оккупированных территориях, это является железобетонной причиной того, что никто их признавать не будет. Потому что такое действие является прямым и откровенным нарушением огромного количества международных нормативно-правых актов, в том числе и статута Организации Объединенных Наций. Поэтому именно по этим причинам у Путина будут огромные проблемы с именно внешней проведением, внешней рамки дипломатической и доказать, я думаю, что не получится у него с этого ничего. Потому что подписать даже какой-то элементарный международный договор, он не будет иметь внутренней легитимности и легальности, а соответственно, просто с юридической точки зрения, такой любой документ, где будет стоять подпись Путина, он будет никченный. То есть он не будет иметь никакой юридической силы. Я думаю, что такая ситуация рано или поздно точно не понравится элите Российской Федерации, так называемым башням Кремля, потому что нелегитимный Путин, Путин, которого никто не признает в мире, он не интересен даже своим же, собственно, россиянам, которые продолжат на него накладывать санкции, это будет нести прямые убытки, как финансовые, так и политические всем. То есть к чему я веду, резюмируя, подводя определенные промежуточные итоги, как раз вот инаугурация Путина, выигрыш его на выборах, это и будет его началом политического конца. Частично именно с выборами связаны события, которые происходят сейчас в Курской и Белгородской областях. Там настоящие российские патриоты начали деоккупацию этих территорий от путинской власти, свободы России, РДК, сибирский батальон. Фактически воюют за справедливое, свободное будущее России. И там, при этом не скрывая, что частично эта операция началась именно сейчас, именно в связи с выборами, чтобы не допустить там голосования, фальсификации голосования за Путина. И сам Путин выступил по этому поводу, прокомментировал, кстати, эти действия, что лишний раз свидетельствует о том, насколько это его тревожит. Он тоже связал это с выборами. Но давайте тогда не о выборах уже, а глобально. Вот эти действия в Курской и Брянской областях, насколько они важны, какие их перспективы по-вашему? Ну, как по мне, они символичны, прежде всего, для самих россиян. Потому что на фоне большого внимания мира к этим псевдовыборам в Российской Федерации и, ну, как я уже ранее обозначил, просто по факту переназначения Путина, вот такие действия, таких формирований военных, которые состоят исключительно из граждан Российской Федерации, там нет ни одного гражданина Украины. Они дают надежду тем людям, которые втаят в себе веру, что, собственно говоря, скоро настанет конец террору, путинскому террору в России. Это очень символично. И я думаю, что когда только пошатнется путинский режим, будет огромное количество людей на фоне вот этого закручивания гаек и усиления террора, по которой мы только что с вами говорили, что люди выйдут на большое количество площадей в разных городах Российской Федерации. И как раз вот эти патриоты, скажем так, Российской Федерации без Путина и его сторонников, они тоже будут играть в этом серьезную роль. Конечно, это чувствительные вопросы для Путина, потому что контролировать он это не может, противостоять он этому соответствующим образом не может. И он будет вынужден так или иначе оттягивать для защиты своих территорий большое количество войск, ну и, соответственно, снимать, скорее всего, их с украинских фронтов. Для нас это, конечно же, позитивная новость, потому что эти военные формирования могли быть на Купинском, Авдеевском или Южном направлении. А в данном случае, если будет такой переброс военных сил, а он 100% будет, это значительно ослабит российские войска и увеличит наши санкции на успешные контрнаступательные действия. Поэтому я думаю, что Украина и сбройные силы Украины из этой ситуации вынесут свои позитивные итоги. Ну а граждане Российской Федерации в этих военных формированиях, опять же, напомнили про себя и показали, насколько ничтожный является Путин и его режим. Ну и та фраза напоследок, я хочу прокомментировать, как сказал Путин, что вот это делается для того, чтобы занять часть территории, а потом их там чего-то там обменивать на какие-то оккупированные территории временно на территории Украины. Ну так это абсолютный бред. Это политтехнологическим языком называется натягивание СВ на глобус. И это абсолютно не имеет никакой связи с реальностью. Почему? Опять же повторяю, потому что там нет ни ЗСУ, ни людей с украинским паспортом. Если бы там действительно была украинская армия, тогда вопросов нет. Его логика применима была бы к данной ситуации. А там ее нету. Там действительно граждане Российской Федерации декупируют свою же землю, причем гражданское население их принимает с хлебом, солью и с цветами. А в таком формате, конечно же, ни про какой обмен не может идти речь, потому что свою территорию, конечно же, обменивать на что они не будут. Ну да, более того, там мы разгоняли фейк о том, что флаг Евросоюза был на одном из танков, которые снимали жители Белгородской или Курской области. Вот я вот не скажу, но это оказалось липой, потому что это просто флаг легиона свободы России. Вот он просто похож, там, звездочки тоже размещены, скажем, на синем фоне. Слушайте, они могли и флаг Соединенных Штатов подцепить, но как бы... Ну, это было бы, да, какой-то определенной провокацией, но даже этого не было. Армии Марса или Юпитера, да. Есть, Алексей, мне кажется, еще более важная новость. Вот буквально в 15 минут назад, ну уже 20 минут назад, было датировано в телеграмме Легиона свободы России, о чем они заявляют. Совместное заявление Легиона свободы России, Русского добровольческого корпуса и Сибирского батальона. Я постараюсь зачитать основной тезис. Они обращаются к согражданам России, жителям города Белгород, чиновникам Белгородской администрации и всем, кто их слышит. Путинские убийцы, я цитирую, наносят массированные удары по мирным украинским городам, выставляя свои позиции между вашими домами, школами ваших детей и госучреждениями. Ежедневно десятки простых невинных, в основном женщин и детей, гибнут от обстрелов из Белгорода. Обстрелы Украины с территории Белгорода должны остановиться. В связи с этим мы вынуждены нанести огневое поражение по военным позициям, которые размещены в городах Белгород и Курск. Во избежание жертв среди гражданского населения мы призываем всех немедленно покинуть города. Местной власти мы призываем сохранять людские жизни и начать эвакуацию из городов Курщины и Белгородщины. Опять-таки, я прочитал заявление Легиона свободы России. Что вы об этом думаете? Довольно серьезное заявление, что за ним последует. Ну, что сказать. Мы видим, насколько эти граждане России, эти патриоты, действительно, России без Путина, они волнуются про гражданское население. И поэтому абсолютно неудивительно, что этих освободителей России без преувеличения принимают хлебом, солью и цветами гражданское население этих населенных пунктов, которые не хотят находиться под террористическим гнетом Путина и его, соответственно, спецслужб. Поэтому я бы к этому заявлению отнесся максимально серьезно, потому что, по сути, да, несколько целей одновременно преследуют. С одной стороны, это деоккупация территории, а занятие серьезных городов, это, конечно же, очень мощный оборонительный потенциальный плацдарм, с которым далеко не каждая армия сможет потом справиться. И если действительно делать это максимально быстро и решительно, использовать такой фактор Блицкрига, то это вполне себе может иметь результат. Ну и второй результат, конечно же, важен для нас, для Украины, потому что действительно в территории Российской Федерации с Белгородщины постоянно идет обстрел Харькова и Харьковского региона, ну и Сумщины в том числе. А плечо долета, ракет, там буквально считанные минуты, поэтому постоянно у нас гибнут гражданские, собственно говоря, в этих городах. Поэтому, если им удастся сделать такую, скажем, зону, которая увеличивала бы как минимум плечо этого долета, то, я думаю, тем самым они сберегут большое количество жизни украинцев в этих городах. Поэтому я хочу пожелать им только удачи в этом. Да, и мужчин российских, можно им пожелать не ждать, пока добровольцы придут в их города, а уже сейчас находить возможность вступать в это освободительное движение и бороться за свободу России вместе с патриотами. Спасибо вам, Алексей Бурюченко, кандидат политических наук, глава Международной Ассоциации Малых Городов. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова